С вами программа Живое Слово и мы сегодня завершаем разбор 10 псалма. Мы разбираем каждый стих, потому что в каждом из этих стихов, друзья, есть огромная бездна, премудрость, бездна, то есть просто без окончания совершенно, бесконечная мудрость Божья. 10 стих 10 псалма. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Как священник, как мастер, мне очень часто приходится сталкиваться с людьми, которые одной из своих основных характеристик видят то, что они любят правду и они любят справедливость. Ну, так называемые борцы за справедливость. Может быть, сейчас вы смотрите и у вас внутри клокочет гнев и говорите, вот точно, я тоже люблю правду. Вы знаете, я вам хочу сказать, дорогие друзья, и я посмею, наверное, в дерзновении сказать, давайте, дорогие друзья, правдолюбцы, давайте мы прочтем внимательно этот стих. Господь любит правду. Очень часто мне кажется, что так происходит в этой жизни, что, любя правду, мы начинаем ее иногда любить чуточку больше, чем ее любит Бог. Сегодня или, да, вчера, точнее, я переписывался с одним братом, и я ему написал, ты знаешь, что бы ни происходило в жизни другого человека, тот, кто выведет все на белый свет, тот, кто выведет все в правду Божию, истину Божию, кто выведет это на поверхность, это точно не мы, друзья, это будет выводить сам Бог. Он любит больше правду. Он любит правду, он знает эту правду. Я вам хочу сказать, этот стих должен заставить нас подумать, друзья, не о ком-то сейчас, он должен нас в первую очередь заставить подумать нас о самих себе, о том, насколько действительно в нашей жизни, нашей жизни, устремления, мотивы, ценности нашего сердца, они соответствуют тому, что любит Бог. Здесь написано, что Господь праведен, и поэтому Он любит правду. Друзья, это имеет непосредственное отношение прежде всего к нам. Дайте возможность Богу работать с другими людьми, а сейчас пускай Он работает с сердцем каждого из нас. И пусть это будет прекрасное окончание, друзья, этого псалма, и задумайтесь над ним. Я хочу вам сказать, лицо Божье видит праведника, так написано в 10-м псалме, так произойдет, так будет, это живое слово, его лицо видит. Если вы стараетесь и стремитесь в свою жизнь, проживать жизнь, которая достойна праведности Христа, которая достойна праведности того, кто живет сейчас в вашем сердце, вы стремитесь всячески, забывая заднее, поднимаясь, когда вы падаете, вставая, встряхивая вновь, каясь, сокрушаясь и устремляясь вперед за ним. Я хочу вам сказать, Божье лицо над вами, Бог смотрит в вашу сторону, Он знает вашу ситуацию, и ваша помощь от Него обязательно будет вскоре. Пусть Бог благословит вас, дорогие. Я хочу помолиться за вас сейчас в конце этой программы. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что в этом псалме, в 10-м псалме, мы увидели, Господь, правду о Твоем уповании, и мы доверяемся сейчас Тебе. Мы доверяемся Тебе, Господь, я доверяюсь Тебе в жизни каждого человека. Если кто-то проходит сейчас сложный период жизни, Господь, я молюсь Тебе, чтобы Ты свою крепкую, сильную рукою провел, провел моего брата, провел мою сестру, Господь, через эти ситуации. Я молюсь Тебе, Господь, пусть Твое подкрепление, Господь, пребывает в их жизни. Во имя Иисуса Христа. И пусть каждый из них видит Твое лицо, видит Твою крепкую руку и знает Твое сердце, любящее сердце Отца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Увидимся с вами, друзья, на следующей неделе. Тебе. Тебе. Тебе.